Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На телеканале «Жамбыл» стартовал новый сезон. На презентацию прибыл Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Глава региона поздравил коллектив канала и пожелал журналистам творческих успехов. Какие новинки увидит зритель в этом сезоне? Подробнее далее в материале. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев прибыл на презентацию нового сезона, приуроченного к празднованию Дня работников радио. Глава региона поздравил сотрудников телеканала и радио и отметил в важности и значимости журналистской работы в современных условиях. Поздравляю с профессиональным праздником. Ваше мастерство особенно востребовано в современных реалиях, когда от современного и полного информированного зависит здоровье и жизнь горожан. Основная задача тележурналистики – своевременно информировать общественность о важных событиях в жизни страны и региона. В новом сезоне телезритель перенесется в удивительный мир, где он узнает о традициях разных национальностей, о богатой истории Казахстана, о вкладе старшего поколения, а также о инициативах нового поколения по развитию современного Казахстана. В этой студии я сам несколько раз записывался. Проработав здесь несколько лет, я перешел в республиканскую газету. Воспоминания о студии, о каждом проработанном здесь дне, занимают особое место в моем сердце. Здесь я получил прекрасный опыт. Телевидение – это радио, это своеобразные СМИ. Конечно, сто лет – это большое дело, большое достижение. Я желаю всем своим журналистам, своим коллегам больших успехов. Тем более, например, каждую осень, каждую весну у нас на телевидении свои новшества, свои новые сезоны начинаются. Поэтому я надеюсь, что этот сезон будет очень интересным, притягать. Подготовка востребованных программ – дело непростое. По ту сторону экрана не видно всех сложностей, с которыми сталкивается команда. Отметим, что телеканал пополнится с семьей новыми проектами. Хочу поздравить всех коллег с новым сезоном. Это поистине важное событие для нашего телеканала, поскольку в новом сезоне мы презентовали много интересных, уникальных программ. Это будут отличные телепередачи, которые, я уверен, понравятся нашим телезрителям. Если говорить о моей передаче, то она называется «Шевели из Веринами» с Риналем Рахматулиным. Гости моей передачи – как известные люди, так и простые горожане. В ходе презентации новых проектов в честь Дня работников радио, который впервые в этом году официально присоединился к числу профессиональных праздников, были награждены благодарственными письмами работники радио «Жамбыл». Новые декорации, современные телепрограммы, актуальные темы и интересные интервью, анализирующие благосостояние общества, амбициозные проекты – все это могут оценить искушенные зрители телеканала «Жамбыл» в новом сезоне. Нынешняя неделя выдалась весьма насыщенной для Акима Жамбулской области Бердибека Сапарбаева. В частности, глава региона поведал журналистам об оказываемой помощи пострадавшим при взрыве в Байзакском районе. Кроме того, Аким области провел ряд важных совещаний по вопросам вакцинации населения, реализации программы с дипломом «Село» и многом другом. В настоящее время в регионе «В мире и согласии» сосуществуют представители 87 этносов и этнических групп. Они компактно проживают в 25 населенных пунктах в 7 районах области. Насколько активно происходит процесс перемещения местного населения между районами области и соседними регионами? Этот вопрос обсудили в областном Акимате на заседании Совета по вопросам внутренней миграции. Свыше 80 различных национальностей живут на территории региона. Большинство из проживающих в сельской местности занимаются земледелием и животноводством. Для переселения жителей нужно создать соответствующие условия. Во-первых, нужно обеспечить их жильем и трудоустроить, и определить их детей в детские сады и школы. С начала реализации программы «Янбек» с 2017 года по сегодняшний день из Жамбулской области в северные регионы переселено 2551 человек. Они включены в региональную квоту. Всем членам семей выплачены субсидии, и они обеспечены арендным жильем. Граждане трудоспособного возраста устроены на работу. Их дети определены в школы и детские сады. На сегодняшний день определено 4 населенных пункта, где наблюдается дефицит рабочей силы. Начиная с 2017 года переселена 781 семья. Ну а теперь перейдем к предыдущему вопросу. Из Курдайского района в Алма-Атинскую и Карагандинскую области отправляются земледельцы. Акимобласти поинтересовался у Акимов районов о причинах. Почему они должны ехать в соседние области? Почему они хотят переселиться в Россию? И причина в том, что земли не выделяют, а работы нет. Не следите за ситуацией. В завершении совещания глава региона дал конкретные поручения ответственным лицам. Вакцинация. На сегодняшний день единственный способ профилактики коронавируса. Большинство жителей области начинают это понимать. Тем не менее, все еще существует большое количество людей, которые по разным причинам отказываются проходить вакцинацию. Особенно это актуально для Тараза. Об этом шла речь на очередном совещании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева. Жамбулская область по-прежнему входит в тройку лидеров среди регионов страны по выполнению плана вакцинации. К примеру, по официальным данным, на сегодня в Маинкумском районе вакцинировано уже 100% населения. Неплохие показатели вакцинации и в других районах. Но, к сожалению, в областном центре ситуация с вакцинацией не так однозначна. Вот вам говоришь о результата ноль. Был срок вам до 1 сентября. И где результат? Вы что, в другом государстве, в другом городе живете? По словам ответственных лиц, сейчас в области достаточно кровати в стационарах и запасов медикаментов. Только что касается прививок, работа в этом направлении по-прежнему заставляет желать лучшего. На сегодняшний день в области вакцинировано 475 089 человек. Таким образом, пока охвачено 81,7% населения. Поликлиники города также должны активизировать работу в этом направлении, считает глава региона. Почему не звоните и не узнаете? Почему о народе не думаете? Если еще хоть один умрет, кто отвечать будет? Где ваша клятва Гиппократа? Результатов работы нет. Необходимо вакцинировать не менее 2000 человек в день. И только тогда можно будет говорить о формировании коллективного иммунитета и предотвратить эпидемию. К сожалению, многие граждане до сих пор не понимают опасности. В общественном транспорте и в общественных местах режим масок не соблюдается. Мало кто следит за работой приложения АШИК. Результат будет достигнут только в том случае, если ответственные лица не будут сидеть в теплых кабинетах, а вести активную профилактическую работу, считает глава региона. Насколько активно в регионе реализуется программа с дипломом в село? Сколько специалистов трудоустроено в сельской местности? Созданы ли для них комфортные условия проживания? Эти и другие вопросы были обсуждены на очередном совещании под председательством Акима-Жамбулской области Бердибека Сапарбаева. Государственная программа с дипломом в село была запущена 1 июля 2009 года. Она направлена на предоставление мер социальной поддержки в виде подъемного пособия и бюджетного кредита для приобретения или строительства жилья специалистам социальной сферы, агропромышленного комплекса и государственным служащим аппаратов Акима в сельских округах. Глава региона Бердибек Сапарбаев остановился на достижениях и недочетах реализации программы. Наши колледжи должны готовить квалифицированных специалистов. Нужны специалисты в инвестиционные проекты. Производственные объекты также нуждаются в них. Согласно статистике, в период с 2010 по 2021 годы сельские населенные пункты направлено 5240 специалистов. Выданы подъемные пособия в размере 872,8 миллионов тенге. Наибольшее количество специалистов, охваченных мерами государственной поддержки, зафиксировано в Кордайском районе – 96,3%, в Майнкумском – 93,9% и в Сырысуском – 92,7%. До 1 ноября текущего года уже должны по плану завершить. Если бы точнее, в октябре работы завершим и документы заполним. Основным требованием для получателя является принятие на себе обязательства отработать не менее трех лет по соответствующей специальности в организации, расположенной в сельском населенном пункте. Однако, наряду с достижениями, есть и недочеты. Кто-то не дорабатывает весь срок. Некоторые из участников программы оказываются в числе должников перед государством. Проводится работа по возврату денежных средств. Нужно закончить до ноября. Какие долги остались – закрыть к сроку. Стоит отметить, что согласно условиям программы, в случае, если трудовые отношения прерываются ранее, чем по истечении трех лет, бюджетные средства возвращаются в полном объеме. Аким Жамбулской области Бердибек Сапарбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Кыргызской республике Рапилем Жашибаевым. Главным вопросом встречи стала проблема поливной воды. Глава региона отметил, что Жамбулская область имеет давние партнерские и дружественные отношения с соседней страной. Но в последнее время из-за пандемии коронавируса столкнулась с рядом трудностей. В будущем в рамках взаимного сотрудничества будут активизированы работы в сфере торговли, проведения совместных культурных спортивных мероприятий, ярмарок и выставок. Отметил глава региона и важность реализации в Жамбулской области проекта Международного центра приграничного сотрудничества Кордай в районе КПП Карасу. Говорилось и о модернизации других пунктов пропуска. В свою очередь Рапиль Жашибаев поделился своими планами сотрудничества приграничных регионов и выразил готовность к совместной работе. О Кимжамбулской области Бердибек Сапарбаев встретился с турецкими инвесторами, которые намерены реализовать ряд масштабных проектов в нашем регионе. На встрече присутствовали председатель крестьянского хозяйства Баш Авлутарым Илмас Баш, руководитель компании Энтегре Солар Энерджи АЭС Дурдуя Прак, основатель компании Энтерге Групп Сти Юнус Назерла, глава муниципалитета Искилип Али Сюлюк, основатель компании Чагалян Пласт Мухаррем Чурму. Турецкие инвесторы уже приступили к реализации некоторых проектов в нашем регионе. К примеру, в 2021 году сахарную свеклу посадили на площади в 161 гектар, клубнику на 13 гектарах. Пассивная площадь подсолнечника составила 53 гектара, кукурузы – 49. В 2022 планируется засеять 600 гектаров зерновыми культурами, 200 гектаров сахарной свеклой, 150 гектаров подсолнечника на 20 гектарах посадить клубнику. Кроме того, есть договоренность САО НКСПК «Тарас» о предоставлении земельного участка площадью 50 гектаров для выращивания других ягод. Намерены инвесторы наладить и переработку продукции. Географическое положение, климатические условия Жамбалского региона позволяют выращивать у нас различные культуры, в том числе овощи и фрукты. Мы уже долгие годы сотрудничаем с турецкими инвесторами. Как вы знаете, в Казахстане принимаются все необходимые меры для улучшения инвестиционного климата. Глава муниципалитета Искилип Алисю Люк поблагодарил главу региона за радушный прием и рассказал о планах по реализации перспективных проектов в Жамбылской области. В ходе встречи были обсуждены вопросы строительства цеха по сушке овощей и фруктов, завода по переработке пластика, реализации проектов в сфере альтернативной энергетики, внедрения дождевальных установок и бурения скважин, производства семян. В следующем году мы хотим сфокусироваться на таких культурах, как овес, бобовые. Это, к примеру, горох, чечевица, белая и красная фасоль. Эти культуры не столько имеют большой спрос здесь, в Казахстане, но их можно спокойно экспортировать в соседние страны. Бердибек Сапарбаев заверил, что все проекты получат всестороннюю поддержку. Завершая встречу, глава региона поручил руководителям ряда областных управлений незамедлительно приступить к реализации предложенного турецкими инвесторами проекта, избегая бюрократических процедур. Рабочие группы, созданные для изучения последствий взрыва в Байзакском районе, провели обследование и составили дефектные ведомости. Об этом сообщил Аким Жамбулской области Бердибек Сапарбаев на брифинге в региональной службе коммуникации. Как отметил Аким области, взрывами значительный ущерб был нанесен 35 жилым домам и 12 коммерческим зданиям. 12 подрядных организаций активно работают на восстановительных работах. Задействовано 22 единицы техники и около 200 рабочих. 124 жилым домам были нанесены незначительные разрушения. Их восстановление полностью завершено, сказал глава региона. По данным, всего в результате ЧП пострадали 176 объектов недвижимости. Из них 159 жилых домов, 12 коммерческих объектов, 4 социальных учреждения, 1 транспортная инфраструктура. Четыре было социальных объектов. Из них 3 социальных объекта там незначительный ущерб. Две школы, один медицинский пункт, они на сегодняшний день восстановлены. Что касается школы, сейчас идет строительство новой школы на 180 мест. Мы планируем завершить до конца года. Наша задача, третье четверть учащихся начали новую школу. А что касается этих 35 жилых домов, то они будут тоже полностью завершены до конца октября. В целом, благодаря спонсорской поддержке восстановили 76 объектов на сумму 4,8 миллиона тенге. На ремонт наиболее пострадавших объектов предусмотрено 1,2 миллиарда тенге. Глава региона заверил, что все восстановительные работы будут завершены до 30 октября. На месте средней школы номер 5 будет возведено новое учебное заведение на 150 мест. На сегодняшний день определен земельный участок. Разработана проектно-сметная документация на строительство. Получена государственная экспертиза. Глава региона также отметил, что несмотря на сложную ситуацию, дети посещают школу. 12 детей устроили в санатории здесь, остальные дети находятся у родственников и все дети посещают школу. Никаких проблем по отношению к посещению школ нет. Что касается похолодания, кто просил дополнительные теплые вещи, мы их обеспечили. 87 военнослужащим, сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям и прокуратурой, получившим ранения при взрывах, из резерва Акима области будет оказана материальная помощь в размере 100 месячных расчетных показателей, то есть около 292 тысяч тенге. Общая сумма составляет 25,4 миллиона. Приняты меры по снижению долговой нагрузки семей граждан, погибших от взрыва в Байзакском районе. Вынесено единое решение о списании в полном объеме задолженности заемщиков, погибших в результате чрезвычайного происшествия и их вдов. На сегодняшний день полностью погашена задолженность по 47 кредитам, отметил глава региона. Согласно закону нашей страны, мы на погребение погибшим около 1,9 миллиона тенге выделили от зависимости стажа по переселению в единый накопительный пенсионный фонд. Что касается социальных выплат, мы начнем, то есть по потере кормильца с октября месяц, те деньги, которые выделены из республиканского бюджета, из местного бюджета, вы тоже знаете, каждой семье погибших выделено 15 миллионов. На сегодняшний день эти деньги перечислены на счета погибших. Напомним, что при пожаре и взрывах, произошедших 26 августа на территории воинской части 28349, расположенной в Байзакском районе, погибли 17 граждан. Один человек пропал без вести. Среди погибших – сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие. Акимобласти Бердибек Сапарбаев принял представителей Всемирной организации здравоохранения. В ходе совещания было отмечено, что система здравоохранения страны является предпосылкой устойчивого развития государства и безопасности здоровья населения. Также были озвучены инициативы и достижения, касающиеся сегодняшних возможностей медицины региона и модернизации первичной медико-санитарной помощи. Представители этой организации во главе с руководителем офиса Евразийского центра Всемирной организации здравоохранения Мелита Якаб находились с рабочим визитом в регионе уже несколько дней вместе с президентом Национальной ассоциации первичной медицинской помощи Республики Казахстан Primary Health Care Туребаем Ракибековым. Главная цель – внедрение новейших технологий и инноваций в области медицины, передового мирового опыта. Первостепенной задачей является оказание первой медицинской помощи населению. В пяти районах КТ установлено, в одном районе МРТ у нас где-то 17 КТ по области, 18 КТ, сколько МРТ? 8 МРТ, да, но это неплохо. В целом мы каждый год стараемся увеличить расходы на систему здравоохранения. Например, если в 2000 году на содержание системы здравоохранения было выделено 85 миллиардов тенге, в этом году только выделили 105 миллиардов, то есть рост на 20 миллиардов. В ходе совещания Мелита Якаб дала положительную оценку нововведениям и достижениям в сфере здравоохранения региона, выразив свое объединение развития системы здравоохранения в целом. Казахстан за короткое время переанонтировал первичное здравоохранение на междусекторальный подход, на мультидисциплинарный подход, на комбинацию услуги, которые предоставляются в учреждениях с мобильными бригадами и с цифровой технологией. Это есть будущее. Мы очень сильно впечатлены. И наша команда приехала по приглашению Национальной ассоциации, по приглашению Осета Аскеровича. И мы впечатлились теми достижениями, которые здесь у нас по соседству, буквально несколько километров мы видим значительный прорыв в реформах первичного уровня здравоохранения. Глава региона отметил, что в период борьбы с пандемией охват населения региона лекарственными препаратами и медицинскими организациями был достаточным. Также он отметил, что ряды работников медицинской сферы региона пополняются молодыми специалистами, которые ежегодно повышают квалификацию в странах с передовой медициной. В завершении глава региона отметил, что предложения, озвученные представителями ВОЗ, будут приняты и готовы в дальнейшем совместно продвигать работу в этой отрасли. Акимобласти Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки принял участие в церемонии открытия Центра передовых практик первичной медико-санитарной помощи в селе Мерке. Центр при районной больнице рассчитан на 250 человек. Отметим, что подобных медицинских центров в стране ранее не было. Данный проект, основанный на опыте Всемирной организации здравоохранения, является конкурентноспособной медицинской организацией. Здесь применяются инновационные технологии для оказания высококачественных медицинских услуг населению. На торжественной церемонии Акимобласти отметил важность данного центра. Нашей обязанностью, нашей целью является улучшение здоровья жителей, увеличение продолжительности жизни. Согласно поручению президента, необходимо среднюю продолжительность увеличить до 75 лет. Отметим, что деторождаемость увеличивается. Это не может не радовать. Цель центра – оказание доступной и качественной медицинско-социальной помощи населению с заботой о здоровье каждого человека. Здесь созданы все условия для жителей села. К примеру, работают уголок здоровья, кабинет обучения неотложной помощи, кабинет материнства и детства. У нас имеется отличная практика. Наши специалисты являются тренерами, они проводят обучение. Наши отличия – это внедрение новых медицинских реформ. Нашей целью является повышение качества здоровья жителей и уменьшение смертности. Стоит отметить, что в центре работают квалифицированные специалисты. Всего в Меркенской центральной районной больнице трудоустроено 865 человек. Из них 127 врачей, 452 медсестры, 115 санитаров и 171 прочий персонал. Аким Жамблской области Бердибек Сапарбаев совершил рабочую поездку в Меркенский район. Он ознакомился с работой в сферах строительства, медицины, образования и сельского хозяйства. Рабочая поездка главы области началась в Актуганском сельском округе, где ведется строительство инфраструктуры для земельных участков на 300 жителей. С прошлого года в рамках программы Нур-Лежер было затрачено 600 миллионов тенге на строительство дорог и электросетей. На водопроводную сеть из казны предусмотрено 370 миллионов тенге. На 60 гектарах земель ведется работа по подготовке участков по строительству для граждан, стоящих в очереди на жилье. На данном этапе построена дорога, установлены электросети. В будущем начнется строительство водопроводной сети. Стоимость данного проекта – 327 миллионов тенге. Следующий объект – частная школа Нурай в селе Мерке. Здесь образование получает 120 детей с 1 по 4 классы. Ученики 6 классов получают знания на казахском языке, двое на русском. Зарплата 11 учителей выше, чем в государственной школе. Созданы все условия для обучающихся. Глава региона отметил, что таких частных центров должно быть достаточно много. Следующим объектом посещения Бердибека Сапарбаева стало крестьянское хозяйство Рузиев, занимающееся разведением рыбы. Глава хозяйства Азиз Рузиев получил кредит в размере 5 миллионов тенге, благодаря чему приобрел 5000 мальков форели. Сейчас он занимается продажей рыбы. Вода у нас с Меркенки идет, горная, ледники тают. Опыт работы у меня есть. Я работал в Германии на форельной ферме два года. Поэтому моя мечта была здесь сделать это. Вернулся домой, на родину и построил сам. Спасибо государству. Помогли все это сделать. Крестьянское хозяйство Береке занимается выращиванием яблок на 30 гектарах земли. В прошлом году с гектара получали до 250 тонн урожая. В этом году намерены собрать не меньше. Продукция экспортируется в Бахрейн. Помимо этого, на 15 гектарах земли произрастает клубника. Для ее полива применяется технология капельного орошения. Здесь мы выращиваем в основном три сорта. Золотой превосход, красный превосход и айдарет. Ежегодно мы собираем около 250 тонн. Работа обеспечена 6 местных жителей. В сезон мы нанимаем еще порядка 30 человек. В завершении рабочей поездки Аким области Бердибекса Парбаев отметил о необходимости поддержки активных хозяйств и дал Акиму района Руслану Нурсипатову ряд конкретных поручений. 1 октября – Международный день пожилых людей. Для членов ветеранских организаций региона была организована концертная программа. К гостям, прибывшим в областной центр из районов, были оказаны почет и уважение. Посоревновались представители старшего поколения в пяти видах спорта, в том числе асы коту и бильярде. Глава региона Бердибекса Парбаев принял участие в мероприятии и поздравил с праздником, вручив почетные грамоты. Вы были в числе тех, кто своим трудом заложил фундамент независимости. Благодаря этому Казахстан стал известен всему миру. Самое важное – это дружба жителей многонациональной страны. 1 воскресенье октября – День учителя. В этот день в Казахстане по традиции отмечают профессиональный праздник педагогов. По этому случаю прошло торжественное собрание, где состоялось награждение ряда учителей за отличную работу, а педагогам, участвующим в республиканских конкурсах, были вручены денежные призы. Учитель – это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию – воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторства лежат в основе каждой школы. Неоценим вклады тех, кто готовит учителей. Рабига Тагашбаева – одна из них. Я, наверное, с детства мечтала стать учителем. И вот моя мечта тоже воплотилась в реальность. Я работаю преподавателем, педагогикой психологии, работаю с молодыми, креативными, энергичными студентами. И я так думаю, что мои выпускники, они будут достойными гражданами нашего Казахстана. В текущем году на сферу образования региона из бюджета выделено 200,8 миллиарда тенге. Три учителя региона стали победителями республиканского конкурса «Лучший педагог». Два учителя удостоены звания «Казахстан» – ныненьбекс энергенустаза. Глава региона поздравил всех учителей области, которые вносят вклад в повышение качества образования области. То, что мы вошли в число 50 развитых стран мира, благодаря этому, в первую очередь, благодаря образованию, воспитанию, здоровью, это все вы делаете. Я хочу от именно руководства области вас поблагодарить за ту работу, которую вы делаете. Всех я поздравляю профессиональным праздником, всем желаем творческих успехов, семейного благополучия. Давайте мы совместно, быстрее вот этот кризис и пандемию пройдем, это пройдем и тогда, когда мы все будем вместе. В 2020-2021 учебном году победителем республиканских международных конкурсов стали 5125 учителей. Наши талантливые ученики завоевали 241 медаль на международных, республиканских олимпиадах и научных соревнованиях. 2800 призовых мест в творческих конкурсах. Риналь Рахматуллин, Сараптай. В Таразе наградили сотрудников органов гражданской защиты, принимавших участие в тушении пожаров, возникших при взрыве в Байзакском районе. Кроме того, был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве с областным штабом республиканского молодежного движения «Жангаружола», управлением молодежи и молодежными организациями области. Подробнее о других событиях из жизни областного центра – далее в материале. Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан начальник департамента ПОЧС Жамбульской области Ермек Момбаев наградил спасателей, получивших ранение при тушении пожара на военном складе в Жамбульской области. Начальнику отдела по чрезвычайным ситуациям Байзакского района и 48 сотрудникам государственного учреждения, службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ вручены медали за отвагу в чрезвычайных ситуациях. В награде были представлены начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС, начальник отдела ПОЧС, Байзакского района, департамента ПОЧС, пожарные спасатели, водители пожарных машин и командиры отделений. Вы выполняете гражданский долг. Своим поступком вы подаете пример молодежи. Начальник департамента в своем выступлении поблагодарил за профессионализм, мужество и благородство. Во время взрыва у меня пострадали лицо и ноги. Благодаря врачам госпиталя я стою на ногах. Спасибо им. Напомним, 26 августа на одном из военных складов Жамбулской области произошел взрыв. В результате взрыва погибло 10 сотрудников. В результате взрыва погибло 10 сотрудников органов гражданской защиты. Все они были награждены посмертно. В центральном концертном зале Балсагум прошел вечер песен «Эн Падишасы Шамши Ага», посвященный творчеству казахстанского композитора Шамши Колдаякова. Уже четвертый год подряд в Жамбулской областной филармонии имени Кинена Зербаева этот вечер проходит традиционно. Перед концертом на светодиодном экране были показаны видеоролики о Шамше Колдаякове, короле вальса. Далее прозвучали любимые народом песни. Мы организовали вечер для любителей творчества Шамши. Зрителей было достаточно. Нам разрешили проводить с 30% заполняемостью зала. В этом месяце мы дали концерт два раза. Кто не поет песен Шамши, поют и дети, и старики. Все мы знаем его песни наизусть, но наша обязанность – донести все на профессиональном уровне. В этом году исполняется 91 год со дня рождения Шамши Колдаякова. Песни, произведенного мастера искусства, ставшего королем казахского вальса, не заставили зрителей скучать. Я не знаю, будут ли еще написаны такие песни, но песни Шамши написаны по-особенному. Они великолепны. В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие прошло с соответствием всем санитарным требованиям с учетом социальной дистанции и масочным режимом. Вечер песни Шамши завершился исполнением государственного гимна, посвященным 30-летию независимости страны. К 30-летию независимости Республики Казахстан партия Нур-Атан совместно с Министерством образования и науки, Общественным фондом Казах Эпос объявляет конкурс «Тулпарменепту Алган». Об этом на брифинге в региональной службе коммуникации сообщил первый заместитель председателя Жамбутского областного филиала партии Нур-Атан Даул Бесинкулов. Согласно условиям, конкурс проводится среди учащихся в 6-10 классах на исполнение наизусть эпоса Едыге Батер. Участники дополнительно должны ответить на вопросы, касающиеся исторических событий государства Золотой Орды, объяснить значение древних слов, встречающихся в поэме, ответить на вопросы, разработанные на основе учебной программы по казахской литературе. Уникальный конкурс пройдет с 25 сентября по 5 ноября 2021 года. Учащиеся победители будут поощрены денежными призами. Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте www.kazahepos.com. Дополнительную информацию можно найти на официальных страницах партии Нур-Атан в социальных сетях. Также в ходе брифинга ИО руководителя Управления образования Акимата Жамбольской области Талгат Жамалов заявил, что конкурс, проводимый среди учащихся, имеет весомый призовой фонд. Так, претендент, занявший первое место на районном этапе, будет награжден 150 тысячами тенге, а те, кто заняли второе и третье места, получат 150 тысяч тенге соответственно. Призер первого места областного или городского этапов получит 750 тысяч тенге, а два претендента, занявшие второе место, получат по 350 тысяч тенге каждый. Оба участника, занявшие третье место, получат по 200 тысяч тенге. По словам спикера, денежными призами также будут награждены учителя, победители областного или городского уровня. В частности, учителя, учащегося, занявшего первое место, получат 1,5 миллиона тенге. Учителя, обладателя второго места, получат 700 тысяч тенге. Обладатели третьего места – 400 тысяч тенге. На сегодняшний день по области насчитывается более чем 45,5 тысяч людей с ограниченными возможностями. О предоставлении им социальной помощи рассказали на брифинге в региональной службе коммуникации. Для оказания специальных социальных услуг на дому и в полустационарных условиях, предоставляемых неправительственными организациями посредством социального проекта, в 2018 году было выделено 182,9 миллиона, 1103 инвалидам и престарелым на предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара и на дому в 2019 году 282,8 миллиона тенге, 1574 инвалидам и престарелым в 2020 году уже 345,9 миллиона тенге на предоставление специальных социальных услуг 1700 инвалидам и престарелым. С 1 января 2021 года технические средства реабилитации, предоставляемые в соответствии с индивидуальными программами реабилитации людей с ограниченными возможностями, доступны через портал социальных услуг. Через портал у инвалида есть возможность выбора положенного ему технического средства реабилитации. На сегодняшний день на портале социальных услуг зарегистрировано 24 679 заявок, обеспечено 18 833 заявки – первый показатель в стране. На портале представлено 54 вида технических реабилитационных центров оборудования, включая технических средств реабилитации, протезно-ортопедических, гигиенических, инвалидных колясок, а также специальных социальных услуг, индивидуальных помощников, специалистов жестового языка и услуг медицинской реабилитации. «Ежедневный уход и поддержка людей с ограниченными возможностями стали частью государственной социальной политики. Социальная поддержка инвалидов осуществляется по трем основным направлениям – это пенсии, социальные гарантии и пособия, социальные услуги. Механизм социальной поддержки инвалидов реализуется на государственном и региональном уровнях. Государственный уровень включает предоставление гарантированных законом пенсии, услуг и социальных гарантий». На региональном уровне рассматривается вопрос дальнейшего повышения уровня безопасности с учетом местных условий и возможностей – это скидки и другие гарантии. В Жамбылской области отремонтируют 444 км дорог. В 2021 году в Жамбылской области в рамках реализуемых проектов при поддержке республиканского бюджета завершено строительство обездной автодороги – южный обход города Тарас к границе с Гиргизией, протяженностью более 16 км. Об этом на брифинге региональной службы коммуникации сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Пакаджан-Жанебеков. В регионе общая протяженность автомобильных дорог республиканского и областного значения региона составляет порядка 10 тысяч километров. На ремонт и содержание автодорог региона из всех бюджетных источников выделено 12,7 миллиарда тенге. На эти средства будет отремонтировано более 444 километров дорог региона. В результате планируем довести долю местных автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95% от общей протяженности, долю улиц населенных пунктов – до 79,2%. Контроль качества дорожно-ремонтных работ и применяемых материалов регулярно осуществляют РГП Национальный Центр качества дорожных активов по Жамбулской области. На эти цели из местного бюджета выделено порядка 41,8 миллиона тенге. С начала текущего года экспертиза качества работы материалов при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог проведена на 466 объектах, изъято порядка 635 проб. В результате подрядчикам выдано 72 замечания, даны предписания по устранению недостатков. В текущем году в областной столице планируется установка аппаратно-программного комплекса «Сергек». В Таразе их будут устанавливать на 48 объектах. В текущем году в Таразе в целях профилактики правонарушений в рамках государственно-частного партнерства будут установлены камеры видеонаблюдения комплекса «Сергек». В рамках проекта предусмотрена установка 1250 камер слежения за общественным порядком на 450 объектах, 48 для контроля за дорожным движением. На сегодняшний день, согласно пилотному проекту, от аэропорта до парка первого президента камеры установлены на 10 объектах. Эти мероприятия планируется завершить в первом квартале следующего года. Также Бакчан Женебеков отметил, что в целях обеспечения сохранности автодорог и недопущения их разрушения из-за бесконтрольного движения большегрузного транспорта приняты меры по организации контроля. Проводятся проверочные рейды. С начала текущего года в ходе рейдов проверено 4608 автотранспортных дорог. В результате оформлено 943 административных протокола. Наложено штрафов на сумму 23,2 млн тенге. Акция «Караван доброты» будет продолжена и в этом году. Конкурс реализуется фондом Нашултана Назарбаева Ассоциации деловых женщин Казахстана. Со 2 сентября принимаются заявки для участия. Участниками конкурса могут стать физические и юридические лица, которые носят свой вклад в решение социальных и общественных проблем и своими добрыми поступками мотивируют других. Заявки на конкурс принимаются со 2 сентября по 29 ноября. Цель конкурса – популяризация идеи благотворительности, развитие активной гражданской инициативы. Принять участие в проекте за счет собственных средств может любой гражданин, нерадонодушный к решению социально значимых проблем и спешащий творить добро. Но прежде всего это могут быть физические и юридические лица, которые своей активной гражданской позиции, добрыми делами и поступками вносят вклад в решение социальных и общественных проблем. Участники конкурса из числа субъектов среднего и крупного предпринимательства не могут принимать участие в нашем конкурсе. Также не могут принимать участие физические и юридические лица, чья деятельность которых непосредственно связана с государственной поддержкой. Конкурс, инициированный фондом первого президента и Ассоциации деловых женщин Казахстана, направлен на расширение сферы благотворительности. Церемония награждения победителей состоится 26 февраля 2020 года в городе Нур-Султан. В преддверии празднования 30-летия независимости Республики Казахстан в коммунальном государственном учреждении Клогамдах Келесым был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве с областным штабом Республиканского молодежного движения Жанглору Жолы, Управлением молодежи и молодежными организациями области. Главная цель этого документа – развитие и укрепление сотрудничества молодежи, совместная реализация различных мероприятий, направленных на укрепление единства и согласия, общественного согласия в регионе, также совместная и интенсивная реализация новых инициатив. Многосторонним меморандумом приняли участие руководители Управления по вопросам молодежной политики Акимата Жамбылской области, МК Жасатан при Жамбылском областном филиале партии Нуратан, общественного объединения Республиканской детско-юношеской организации Жасулан Жамбылской области, представители региональных штабов молодежного движения Жанглору Жолы, АНК Жамбылской области и волонтеры региональной ассамблеи, также студенты колледжей и других средних учебных заведений, представителей областных СМИ. В инициативе первого президента страны была создана Ассамблея народа Казахстана. Наша цель – активизировать ее работу в регионе. Мы со своей стороны готовы оказать поддержку в этом деле. По этой причине мы и подписали меморандум. Поэтому последовательная молодежная политика всегда будет одним из главных приоритетов для Казахстана, который в своем независимом развитии преодолевает 30-летний рубеж. По инициативе первого президента страны была создана Ассамблея народа Казахстана. Наша цель – активизировать ее работу в регионе. Мы со своей стороны готовы оказывать поддержку в этом деле. Жамбылский штаб республиканского молодежного движения Жанглору Жолы был создан в 2018 году и с тех пор принимает активное участие в реализации объединения молодежи различных этносов, проживающих в регионе. Поскольку будущее страны за молодежью, их нынешнее самочувствие, воспитание, знание – все это должно быть важно для нас. Ведь молодежь – это зеркало страны. Будущее поколение останется теми, кто сохранит суверенитет. Также в дальнейшем будет проводиться качественная работа по поддержке молодежи. В Шустском районе прошел семинар, посвященный вопросам поддержания единства народа Казахстана. В Байзакском районе близится к завершению работы по реконструкции объектов, пострадавших в результате взрывов. А в Жамбылском районе продолжается кампания по уборке лука. О том, как развиваются районы области, далее в материале. С момента взрыва в Байзакском районе прошло больше месяца. Каково состояние села Кайнар на сегодня? Как ведутся восстановительные работы? На сегодняшний день восстановлено 75 объектов. Строительные работы ведутся более чем на 100 различных объектах. Шесть подрядных компаний продолжают работы по восстановлению поврежденных домов в селе Кайнар. В шести домах перекрыты крыши. Ведутся внутренние отделочные работы. Новый дом построили для жительницы села Камбаткул Алибаевой, так как ее дом сильно пострадал при взрыве. Дом решили снести, так как он был непригоден. Теперь строят новый дом. То, что мы испытали, никому не желаю. Мой сын Миша Мбаев Марат погиб в результате взрыва. У него осталось трое детей. Пусть подобное уже никогда не повторится. Мира и добра всем. Ударными темпами ведутся восстановительные работы и на других объектах. Три социальных объекта и 124 жилых дома реконструируются за счет спонсорской помощи. На сегодняшний день все социальные объекты и 72 дома уже приведены в порядок. Ввиду того, что ждали технического решения, восстановительные работы двух домов начали позже. Были внесены соответствующие изменения в смертную документацию. Темпы строительства объектов подрядных компаний неплохие. Обещаем закончить все в ближайшие 20 дней. Больше всего в восстановительных работах задействованы 12 подрядных организаций, 187 человек и 22 единицы различной техники. Подрядчики заверили, что завершат все работы в установленные сроки. Напомним, что в результате взрывов воинской части, дислоцированной, в Байзакском районе погибли 17 человек. Продолжаются поиски еще одного военнослужащего Бауржана Даудбаева. Прошло больше месяца с момента взрыва в Байзакском районе. Ремонтные работы объектов близятся к завершению. На данный момент восстановлено 75% домов. В Байзакском районе работы ведутся планомерно. Отметим, что после взрыва непригодные дома отстраиваются заново, а кровлю домов перекрывают за два дня. Жители очень довольны результатами ремонтных работ. Довольны тем, что строители к работе подходят со всей ответственностью. В скором времени ремонт дома завершат. Спасибо всем. На сегодняшний день восстановлено 75 объектов. Строительные работы ведутся более чем на 100 различных объектах. Шесть подрядных компаний продолжают работы по восстановлению поврежденных домов в селе Кайнар. В шести домах перекрыты крыши. Ведутся внутренние отделочные работы. Работы идут, крышу перекрыли. В скором времени будем останавливать окна и двери. 19 домов ремонтируются. Из них в шести домах уже перекрыты крыши. Пять домов реконструируют. В течение 20-25 дней планируем завершить все работы. Всего в восстановительных работах задействованы 12 подрядных организаций, 187 человек и 22 единицы различной техники. Подрядчики заявляют, что завершат все ремонтно-восстановительные работы в срок. Главное успеть закончить восстановительные работы объектов до наступления холодов. В области полным ходом идет работа по обеспечению сельского населения питьевой водой. Например, только в Байзакском районе в этом году установлены системы водоснабжения в пяти населенных пунктах. В селе Саракимер начатые в 2019 году комплексные работы будут завершены с опережением графика и в октябре население получит доступ к чистой воде. Аулы никогда не останутся без внимания властей. Благодаря выделяемым деньгам в населенных пунктах решаются насущные проблемы. Так в Саракимере с этого года будет окончательно решен вопрос питьевой воды. На строительство водозаборов и стей водоснабжения было израсходовано более 4 миллиардов деньг. Эта работа, начатая два года назад, на сегодняшний день завершена. В этих насосах имеются ультрафиолетовые лучи, то есть они уничтожают бактерии. Здесь еще есть 4 насоса для пожарных и 3 насоса для хозяйственных нужд. На сегодняшний день насосные станции работают. Также мы завершили промывку насосов. Сейчас проводим обработку. Теперь осталось провести воду в дома сельчан. По договору, живительную влагу проводит каждый житель за свой счет. Местные власти готовы помочь малобеспеченным семьям. В целом в этом году воду получат не только Саракимерцы, но и жители ряда населенных пунктов Байзакского района. До конца октября завершим работы по проведению питьевой воды жителям. Начались работы по подключению абонентов. В текущем году планируется охватить 8 сел, а в 2023 году еще 5 сел. По словам специалистов, в 2025 году все села будут полностью обеспечены питьевой водой. В Байзакском районе начались сельские игры с участием сельской молодежи, посвященные 150-летию великого борца Хаджи Мукана Мунайт-Пасова. В текущем году исполняется 150 лет со дня рождения одного из великих сынов казахского народа, легендарного балуана, многократного призера международных соревнований по французской и вольной борьбе, первого казаха, завоевавшего известность в международных чемпионатах зарубежных стран Хаджи Мукана Мунайт-Пасова. Эту дату в Байзакском районе решили почтить проведением сельских игр. Как говорится, спорт – залог здоровья. Рад, что молодежь увлекается спортом. В районе и в селах все делается для спорта. Уровень развития массового спорта в Байзакском районе довольно высокий. Во всех общеобразовательных школах постоянно работают различные спортивные секции клуба. Как результат – успехи местных спортсменов на республиканской и международной аренах. Для молодежи проводятся турниры по волейболу, футболу, дзюдо, казахша-курес, настольному теннису. Сейчас эти команды принимают участие в областных спартакиадах. Желаем им побед и успехов. Баян Кемелов занимается волейболом четыре года. Занимала призовые места на многих соревнованиях. И считает, что эта командная игра может много предложить молодежи. У нас хорошая мотивация и благодаря этому у нас неплохие результаты. Стремление, труд, тренировки – вот залог наших побед. В соревнованиях принимают участие команды, представляющие все сельские округа и предприятия Байзакского района. Им предстоит помедлиться силами в настольном теннисе, казахша-курес, дзюдо, футболе и волейболе. Президент Касым Жумартукаев в своем послании народу Казахстана выдвинул пять основных инициатив, направленных на дальнейшее развитие страны в постпандемический период. Повышение эффективности системы здравоохранения, обеспечение качественного образования, совершенствование региональной политики, формирование эффективной экосистемы на рынке труда, политическую модернизацию, защиту прав человека и консолидацию общества. Так, в Шустском районе, с соблюдением всех санитарных мер, прошел масштабный семинар на тему «Единство народа и системные реформы. Прочная основа процветания страны». Семинар был организован по инициативе директора ТОО компания Марнур Галии Абитаевой. Основная цель мероприятия – популяризация, анализ и поддержка послания президента Касым Жумартукаева народу Казахстана. Послание президента – стратегический документ для укрепления стабильности и дальнейшего развития. Прежде всего, мы должны сосредоточиться на продвижении и популяризации послания президента народу Казахстана, ведь оно поднимает самые острые вопросы и актуальные проблемы в жизни казахстанцев. Для этой цели в районе были созданы агитационные группы, занимающиеся активной пропагандой послания во всех населенных пунктах Шустского района. Также был утвержден график мероприятий. Участвовавшие в семинаре представители этнокультурных центров и общественности дали положительную оценку работе в области укрепления межнационального единства. Они в своих выступлениях высоко оценили инициативы, предложенные главой государства. Подчеркну, что каждому гражданину Республики Казахстан нужно принимать активное участие в решении вышеуказанных задач, не оставаться равнодушными, стремиться быть лучше и своим добросовестным трудом внести свой вклад в улучшение качества жизни населения нашей страны. По окончании семинара его участникам были вручены сертификаты, подтверждающие успешное прохождение программы данного масштабного обучающего семинара. На этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя и своих близких. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok